После истории с уголовным делом в отношении руководителя муниципального предприятия детское питание у главы региона появились вопросы не только к исполняющему обязанности главы администрации Рязани, к его заместителям по экономике, городским контрольным органам. В первую очередь, почему не проводились регулярные проверки предприятия, обеспечивающего питанием школы, не проверялись заключенные договора. Конечно, я жду от города, от руководства города конкретного плана по преодолению этого кризиса в сфере детского питания в целом. То есть нужен нам этот МУП, МП, сейчас это называется, муниципальное предприятие, как нужно реорганизовать его деятельность, регламентировать его деятельность, осуществлять контроль для того, чтобы никогда таких ситуаций не повторялось. Либо вообще нужно отказаться от централизованного питания и отдать это наукам частным организациям. Вот нужен план, конкретные планы, руководство этого плана жду в ближайшее время. Между тем, история с муниципальным предприятием детское питание пополняется новыми шокирующими фактами. Например, исполняющий обязанности прокурора рассказал о закупках молока на 7,5 миллионов рублей у ЗАО «Рязанское молоко». Продукция не соответствовала стандартам и закупалась гораздо дороже средней цены на рынке. В то же время этот поставщик был внесен в реестр ненадежных, но центр закупок не обратил на это внимания. Чем закончатся наши проверки, в том числе и по ЗАО «Рязанское молоко», я не могу сказать. Возможно, будем ставить вопрос об уголовном преследовании. Здесь нужна тщательная проверка и, соответственно, меры реагирования мы уже выберем. Либо это требования об уголовном преследовании, либо какие-то другие меры. Между тем, в городских школах планируются новые проверки с участием надзорных органов. Посмотреть, в каких условиях и чем кормят детей, пригласят и родителей. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».